Александр Александрович, 14 сентября исполнилось 30 лет с того дня, как вы приехали в Лобинский район. С того времени жизнь сильно изменилась, коренным образом изменился и сам район. Скажите, пожалуйста, вы помните, с каким чувством вы приехали сюда и какие были ваши планы? Надо воспроизвести в памяти 1984 год, те события, та жизнь, которая была в то время, свое собственное состояние. У меня, собственно говоря, получилось так, что я вернулся после трехлетней работы Монгольской Народной Республики. Главная задача там была, это выведение наших в то время советских госхозов, построенных в Монголии, обучить персонал монгольский и вывести их на проектную мощность. Это были сельскохозяйственные госхозы, многоотраслевые, с животноводством, с растеневодством, с инфраструктурой. И наша группа успешно справилась с этой задачей. И когда я вернулся уже назад на свою малую родину, а малая родина был Каневской район, то меня внезапно вызвали в Краевое управление сельского хозяйства. Начальником управления был Виктор Павлович Бражник, это очень уважаемый человек на Кубани. И предложил мне вариант поехать в Лобинский район, начальником управления сельского хозяйства. А по статусу начальник управления сельского хозяйства, он являлся всегда первым заместителем председателя райисполкома. И вот как-то мне сложно было сориентироваться, поскольку я все-таки три года отсутствовал в стране. Но здесь уже работал председателем райисполкома Анатолий Тимофеевич Качегура. Наш каневчанин, с которым я был очень хорошо знаком, который имел очень большой авторитет и в Каневском районе, и в Крае в целом. И вот когда я приехал посмотреть, какой Лобинский район, до этого я его не знал, Анатолий Тимофеевич говорит, что это очень богатый район, это Швейцария, с которой надо заниматься и которая может иметь великолепные результаты. Я, конечно, в то время еще молодой руководитель, мне было всего лишь 36 лет, как-то с опаской к этому относился, все-таки район очень своеобразный, интересный, не похожий на районы центральной зоны или северной зоны Краснодарского края. Это предгорь, это своя специфика, свой климат, свой уклад людей. И не сразу воспримешь это с такой бурной радостью, что вот ты пришел, увидел, победил. Что, собственно говоря, потом и подтвердилось. Поэтому я как-то с опаской и с поддержкой Анатолия Тимофеевича, я все-таки принял решение. И главная задача, которая мне была поставлена тогда, что это внедрение самых передовых, но новейших технологий. И район, обладая таким мощным, колоссальным потенциалом, такими мощнейшими плодородными землями, такое мощнейшее базовое животноводство, которое тогда было, район имел возможности находиться в первой десятке районов Краснодарского края. В 87-м году вы возглавили агропромышленный комплекс «Лобинский», который включал в себя ряд предприятий, хозяйств, они сами перерабатывали, производили и реализовали продукцию, так? Это большой шаг вперед. За модель бралась агропромышленная форма интеграции и организации в агропромышленном комплексе, это югославская модель. И мы были закреплены за агропромышленным комбинатом «Дунай-Тиса-Дунай», это город Новый Сад в Югославии. И вот, когда его формировали, в состав вошли 57 предприятий и организаций. Это, по сути дела, все колхозы-совхозы, за исключением Вознесенской опытной станции, практически все предприятия, за исключением МЭЗа, и строительные организации, дорожные организации, это был собственный филиал тогда Росинтербанка, это были собственные средства. Модель была очень интересная, это планирование и выполнение тех планов, которые непосредственно выгодны для этой зоны, для этих хозяйств, для этих районов, для перерабатывающих предприятий. Так потом родилась собственная торговля, управление торговлей, родились собственные связи, это связи международные с Югославией, с Италией, с Австралией. Начались осуществления проектов, начались внедряться технологии. Работало в агропромышленном комбинате 35 тысяч человек. Это громадный объем, мы сейчас не имеем и даже одной трети от того, что тогда мы имели. В 92-м году, когда многое, ну просто так необдуманно расформировалось, ликвидировалось, перестраивалось, было снято с вооружения в агропромышленном производстве и эта форма. То есть был приказ на расформирование агропромышленного комбината. Вот пять комбинатов их расформировали. Вы жалеете об этом? Вы знаете, это форма будущего. Хотим мы этого, не хотим, она существует везде. В развитых странах она существует, эта форма. Возьмите наших соседей, финнов, возьмите немцев, американцев. Приблизительно она существует таким же образом, как выстроена была эта модель. Но она у нас была более мощной, потому что в нее ходили мощнейшие структуры, колхозы, совхозы, имеющие большие объемы производства. И самое главное, что мы имели базовую переработку мяса, молока, плодов, овощей. И это делало район богатым. Вот вы говорите модель будущего. На ваш взгляд, какие нужны условия, чтобы вернуться к этой системе? Вы знаете, тогда была общегосударственная форма собственности на средства производства. Сегодня это все частное. И пока частник не увидит выгоду в формировании таких структур, он ничего делать не будет. Для этого нужно пройти еще не один болезненный этап, как, предположим, та же Финляндия, если брать ее за модель, самый близкий сосед России. Поэтому я очень сожалею, что нарушена была форма, нарушена была структура сложившаяся. Она помогала выжить и слабым, потому что прибыль, которая получалась по тем временам, она с общего согласия шла на развитие или предприятий переработки, или тех или иных отраслей сельского хозяйства, предположим, развитие овощеводства, или реконструкцию, тогда была хладобойня, мы ее реконструировали в мясокомбинат, или, предположим, создание молочного пояса для Лобинского сыродельного комбината тогда. Мы продавали 150 тонн молока каждый день. Если говорить не только об агропромышленном комплексе, на Ваш взгляд, что было бы еще неплохо возразить? Вы знаете, вот тот дух коллективизма, вот тот дух оптимизма, который существовал в коллективах, та строгая требовательность по отношению к исполнению своих обязанностей, в то же время дисциплина, но и в то же время выполнение своих обязательств, это систематическая выплата заработной платы, это заработная плата уровня прожиточного минимума или максимума, но, в принципе, по тем временам зарабатывали, ну, скажем так, неплохо. Особенно ценились профессии рядовые и механизаторов, и животноводов, и токарей, и слесарев, и электриков, и поваров. Вы знаете, была цена этому вопросу большая, и отношение к людям было такое, что они чувствовали себя хозяевами. Вот это как-то поднимало и настроение людей, это поднимало общий тонус, это поднимало общий фон, знаете, нормального такого созидательного труда. Александр Александрович, вот для многих лобинцев Вы строгий руководитель, а для кого-то даже и учитель. Многие идут к Вам за советом, я знаю. А кем были Ваши учителя? Я думаю, что в жизни каждого человека есть пример, которому он подражает. Есть люди, которые с ним работают, занимаются, и которые всегда были как бы старшими по возрасту, по опыту. В прежние времена существовало такое движение, как наставничество, шефство. Но вот я хочу сказать, что по тем временам моим наставником был Анатолий Тимофеевич Кочегура, Вера Степановна Орешко, тогда секретарь Каневского райкома партии. Очень мощный, сильный был секретарь райкома партии, первый секретарь райкома партии Петр Прокофьевич Чубов. Вот как-то они в то время, я эту школу прошел в Каневском районе, вот они как-то вели район таким образом, что он был один из лучших и самый мощнейший в Краснодарском крае. И до сих пор традиции этого района остались. Мы недавно были на предпоседном совещании там, краевом, и посмотрели, что, в общем-то, район сохранил все свои традиции. Это были в основном мои учителя по работе, по делам, по наставничеству. Поэтому я всегда с большой благодарностью хочу сказать о многих, особенно слова хочу сказать благодарности Виктору Павловичу Бражнику, Евгению Яковлевичу Назарову. Это были руководители краевого уровня. Сначала Куимжиеву Александру Федоровичу. Это руководители краевого уровня, которые руководили агропромышленным комплексом Краснодарского края. А вот когда был избран главой, то в новых рыночных условиях нашим учителем является Александр Николаевич Ткачев, губернатор Краснодарского края, потому что вот 14 лет край, район идут в очень сложных рыночных условиях становления. И здесь нет готовой книги, как ее прочитать и что нужно сделать. Здесь есть понятие и отношение к людям, как в той иной ситуации поступить с этим громадным хозяйством районным и с краевым. Поэтому очень большое, многое он нам передал. И до сих пор эта работа продолжается. Вот я думаю, вы видите по делам района. Поэтому вот так я бы сказал. Как раз об этом периоде хочется поговорить. Вот из 30 лет жизни в Лобинском районе, 14 из них вы возглавляете его. И вы сумели воспитать команду единомышленников, которые работают вместе с вами на благо Лобинского района. Скажите, наверное, по-другому и быть не могло. Это очень непростой вопрос, если говорить о нем глубже. Но так, как вы резюме сделали, что по-другому и не могло быть, это абсолютно точно. Один в поле не воин и ничего не сделаешь. Какой бы ты ни был авторитетный, уважаемый, это бесполезно. Это надорвешься сам и дело вокруг себя погубишь. Главное и на первом плане это созидание. Ты должен делать все возможное для того, чтобы люди видели, что это делается на пользу Лобинского района, Лобинска, на пользу каждого человека. Хоть по крошке, но ты должен это делать. И вот очень сложно подбирать команду такую, которая убеждена в том, что задача номер один, руководство, управленцев, это процесс созидания. Он был всегда нелегкий. Он был очень трудный. Это надо идти через такие мины и через такие, так сказать, сложные жизненные тропы, что порой думаешь, да ладно, Бог с ним, как оно идет, так оно идет. Но почему-то жизнь заставляет это все делать, это как-то изменять или приспосабливать определенные направления, или коренным образом менять их. Вы знаете, есть такая молитва. Дай мне, Господи, разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу. И дай мне мудрость отличить одно от другого. Вот эта молитва, она как никогда соответствует этому времени. И вот по этому принципу, собственно говоря, команда, она формируется сама. Главное, чтобы руководитель видел, что этот человек старается. Он делает. Он сам тогда приходит. Тот, который будет других убеждений, он уйдет. Он не будет работать. Поэтому, видите, эта команда постоянно, она проработала со мной 12-14 лет. Вот, вы видите состав руководителей районного звена. Я особенно благодарен Ивану Петровичу Артеменко. Мы с ним долгие годы прошли по этой жизни. И поддерживая друг друга, и помогая друг другу, и проходя очень такие непростые жизненные моменты. Вот, он очень многое сделал для района. Многое сделано и Пищеловой Екатериной Григорьевной, и Любченко Александр Анатольевичем, и Нежинцем Александром Владимировичем, и многие Стрельцовым Борисом Николаевичем, очень многое сделано. Может быть, я не всех сейчас скажу, но я говорю о тех людях, которые вот эти годы шли, и как бы видели район, болели и переживали за него, и старались сохранить все то, что оно должно было быть сохранено. Потому что, когда я принимал район, было 500 миллионов долгов колхозов, совхозов. Как было пройти через все это, когда парализовано, по сути дела, уже все было. Почти где-то около 50% земли не обрабатывалось. И нечем уже было работать. И все это надо было поднять. Посмотрите, производство зерна с тех времен. И какое нынешнее. Поэтому все нужно было начинать сначала. И вот эта работа, это направление, оно всегда как бы выдвигает вперед тех людей, которые в состоянии этот воз нести. Значит, такова судьба Лобинского района. Вот вы только что сказали о производстве зерна, которое действительно в Лобинском районе рекордное. Какие еще достижения вы смогли бы назвать? Вот те, которыми вы гордитесь. Я горжусь тем, что у нас предпринимательство одно из самых мощных в Краснодарском крае районного уровня. У нас очень мощные личные подсобные хозяйства, которые были организованы и которые до сих пор занимают лидирующее место в Краснодарском крае. Что они организованы. Я хотел бы отметить то, что у нас сформированы новые направления в сельскохозяйственном производстве. Это в том числе и крупное хозяйство по выращиванию скота местных пород. У нас построены очень мощные свиноводческие комплексы. До сих пор поголовье, дай бог, как говорится, оно есть. У нас сформировано и многое сделано в плане производства строительных материалов. Как бы возрождается эта индустрия. У нас прошли очень большую и серьезную реконструкцию наши базовые промышленные предприятия. Это такие, как МЭС, такие, как теперь уже молочный комбинат Лобинский. Значит, продолжает совершенствоваться и подниматься бывший форметалл. Завод, на котором работало около двух тысяч человек, он постепенно, постепенно тоже набирает силу. К сожалению, остановился мясокомбинат. Я думаю, что это время подойдет его, все равно он будет запущен. Переболел и пошел в работу сахарный завод. То есть вот база, она сохранилась. Как бы ни было, оно все сохранилось. И оно сегодня является становым хребтом лобинской экономики. Оно в основном дает сегодня поступление налогов. Особо хотел бы сказать благоустройство, которое приходилось начинать заново, и оно выполняется до настоящего дня. Спортивная база, медицинская база, база образования. Это очень многое-многое можно перечислить из того, что сделано за последние годы, благодаря поддержке Российской Федерации, благодаря поддержке края, благодаря поддержке личного губернатора, председателя законодательного собрания, Владимира Андреевича Бикетова, они не один раз здесь бывали. Знаете, это хороший фон района. Вы и отдыхать любите в Лобинском районе, насколько знаю, за границей только в командировках. Вот назовете ли те места, где вы действительно отдыхаете душой? Лобинский район – это уникальный район по своим природно-климатическим качествам. Вот если вы пересечете границу района, дальше поедете в сторону Армавира или Курганинска, это уже не тот планшафт, не та природа, не тот пейзаж. Этот район, он издревле привлекал внимание различных народов. И, наверное, историки могут очень многое интереснейшего рассказать, кто здесь жил, какие века. Это объясняется уникальнейшими реками, уникальнейшим климатом, уникальнейшим предгорием. И вот на сегодняшний день, наверное, мало кто знает, что Малая Лоба – это экологически самая чистая в Европе река. Наша Большая Лоба, она причислена к одним из чистейших рек, также к Европе. Это вот тот, скажем так, те водные ресурсы, которыми обладает район. Это экологически чистое, это экологически совместимое с людьми и создающее очень хорошую, добрую ауру. И много лобинчан отдыхает на Лобе. Районы Каладжинской, Черной речки, отважной, упорной. И самое главное, Ахметовская – это уникальнейшие районы, которые очень давно были обжиты человеком. Это уникальнейший климат, это Кисловодская высота от 500 до 700 метров, где, в принципе, так же дышится, как и в Кисловодске, вот, или где-то в Пятигорске. Уникальные воды, которыми располагает Лобинский район. Поэтому, может, кому-то хочется в Карловы Вары поехать или куда-то, может быть, в Майами. Вот, но мне кажется, здесь лучше, чем в Майами и лучше, чем в Карловых Варах. Ну и последний вопрос. В 2014 году Лобинский район отмечает свое 90-летие. Ну, юный возраст для территории. Скажите, пожалуйста, а каким бы Вы хотели видеть 100-летний юбилей района? 100-летний юбилей района – это очень большая, серьезная цифра. Это очень большой юбилей. И, знаете, я бы сказал так, дай Бог, чтобы район шел дальше, развивался, укреплялся, чтобы каждый человек здесь имел свой уголок, свое место, чтобы здесь была и не нарушалась, в общем-то, заложенная социальная справедливость, чтобы район развивался и имел, скажем так, ту специфику и тот, скажем так, то обаяние, которое вот наработано и нарабатывается в настоящее время. 90 лет существования района – это очень большой срок. Все-таки Господь Бог удержал этот район. И в 1975 году отошел Мостовский район, но в большей части остался тот район, который сегодня занимает очень достойную нишу среди предгорных районов Краснодарского края. Поэтому я его хочу видеть высокоцелевизованным, с мощным развитием промышленности, сельского хозяйства, благоустроенным, людей с высокой заработной платой, дальнейшее развитие социального района. Работы здесь очень много. И как бы она всегда будет. И чтобы был мир, чтобы люди были более счастливы, довольны, чтобы больше было улыбок, радости, чтобы больше было храмов построено. Ну и, как говорится, каждый год рожалось больше детей. Вот таким бы я его видим, этим районом, самодостаточным, процветающим. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok